Всем привет! Сегодня среда и с вами Александр Котин. Я проведу обзор для канала АМАРКЕТС. Для начала хочу обозначить то, что я не строю на рынке предположений и не делаю никаких прогнозов. То есть то, что я рассказываю, это видение моего рынка здесь и сейчас, то есть в реальном времени. Это сложно понять с той точки зрения, что если вы, допустим, начинающий трейдер, у вас мало опыта в трейдинге, либо вообще его нет, то трейдеры на прогнозах никогда не работают. Трейдер работает на основе, допустим, какой-то ситуации. Вот ситуация появилась, например, здесь сейчас появился сигнал. В моем случае это, например, дивергентный бар на покупку-продажу. Я не знаю, пойдет цена здесь вниз, там, вверх, там и так далее. Если сигнал на продажу, я выставляю отложенный ордер, рынок меня сам открывает. Соответственно, у меня под эту сделку заложен определенный риск, например, 1% от депозита или 2% от депозита. Это зависит от вашего риск-профиля, то есть от того риска, который комфортен для вас, который конкретно вам подходит. То есть не существует в этом вопросе каких-то решений одинаковых для всех, и такого никогда не будет. Это нужно все учитывать, исходя из индивидуальных особенностей. То есть вот для меня есть некие начальные условия. Я начинаю эти начальные условия отрабатывать без каких-либо предположений о том, куда пойдет цена. То есть сигнал есть, я его отрабатываю. Если я понимаю, что я захожу с коррекционной волны в импульсную волну, ну, соответственно, у меня может быть там 1 к 3. То есть риск, например, будет, ну, грубо говоря, 100 долларов. Я могу 300 долларов заработать. Если эта ситуация отработается 1 к 5, соответственно, считайте. Вот 500 долларов будет прибыль. Если 1 к 10, будет 1000. Я не знаю, как она отработается. Я вот в текущем времени и буду за этим импульсом наблюдать, когда он пойдет. И уже там будут и признаки его затухания, если он будет затухать, либо признаки его продолжения, если он будет продолжаться. Вот прямо в реальном времени здесь сейчас это прекрасно видно. И данные методы позволяют это отслеживать, позволяют это сделать. Поэтому мне не нужно строить каких-то предположений. И с другой стороны, мне абсолютно без разницы, куда будет идти цена. Вверх, значит замечательно, я буду зарабатывать на росте. Вниз, замечательно, я буду зарабатывать на падении. Если есть какая-то ситуация непонятная, значит, я просто стою в стороне. Я торгую только то, что понятно мне. Я не пытаюсь залезть в рынок, постоянно там находиться и постоянно там быть. В трейдинге очень большое время может уйти на ожидание хорошего входа. Опять же, зависит от вашей стратегии и временных рамок, в которых вы работаете. То есть, если вы работаете внутри дня, у вас будет больше сделок. Соответственно, вы можете получить больше убыточных сделок, когда происходит сработка стопа, например, выбивается вверх. И у вас нужно дождаться просто следующего сигнала и снова заходить. И вот тут вот страхи возникают, когда вот у человека, допустим, выбивает стоп, он там получил убыток, у него появляется новый сигнал, и он боится снова заходить. Вот я эту ситуацию буду отрабатывать до трех стопов, чтобы вы просто понимали. Это нормально, потому что под все три стопа у меня заложены риски, и я понимаю все свои риски на все три стопа подряд. Если ситуация не меняется, я ее продолжаю отрабатывать при условии появления нового сигнала. Сигналом является прямо вот конкретный бар, на котором я захожу, и, соответственно, с которого я захожу и пытаюсь зайти в новый импульс. Вот так это работает, это называется трейдинг. Инвестиции отличаются немножко от трейдинга, и тут смысл в том, что инвестор может, допустим, долго удерживать позицию, то есть может купить те же акции и держать там их 10 лет. В комментариях под прошлым видео были следующие вопросы, например, давайте с них и начнем. Например, вопрос был следующий. Дайте, пожалуйста, совет инвесторам без плеча, как себя вести в ситуациях, когда рынок падает. Есть, на мой взгляд, несколько решений. Первое. Если вы работаете в долгую, например, покупаете, покупаете, покупаете акции, скажем так, на дистанции там в 10, в 15, там в 20 лет, то вам вот это падение абсолютно без разницы. Пусть он валится куда хочет, вы просто докупаете на каждом падении, докупаете, докупаете и докупаете, и еще докупаете, если у вас позволяют средства там и так далее. В принципе, инвесторы, которые в долгую работают, они так и делают. Но, на мой взгляд, если вы, допустим, сейчас не в акциях, то смысла большого их сейчас покупать нет, потому что, ну, это только первое движение вниз по всему фондовому рынку, то есть это только волна А. Я вам это покажу на примере индекса S&P 500, то есть вот то, что вы видите на недельном графике, это только волна А. То есть возьми одно дно и получи второе дно в подарок, это работает с точки зрения волн. Это нужно понимать следующим образом, что это только лишь волна А. И, скорее всего, мы увидим вот так и вот так. Это может затянуться здесь по времени на достаточно приличный срок. Поэтому пока не торопитесь с покупкой акций в долгую. Если же вы в них уже сидите, ну, окей, значит, вы можете их держать и дальше. Но какие, допустим, инструменты для инвестора я бы мог посоветовать на текущий момент времени? Я считаю, что у нас золото может расти в долгосрочной перспективе, но по нему, опять же, я считаю, что это только волна А. Поэтому вот из этой области могут прийти новые покупки, когда сформируется коррекция. Но если вы инвестор, то для вас будут интересны, наверное, какие-то продукты, например, какие-нибудь структурные продукты. Или вы можете там купить какие-нибудь ETF. Если же вы спекулянт, трейдер, то тогда вам стоит дождаться какого-то хорошего сигнала и уже заходить здесь. Ну, а в зависимости от того, где вы торгуете, в каком временном интервале. Но я предпочитаю работать именно в том временном интервале, который хорошо читается. То есть вот здесь вот для меня некомфортная ситуация для того, чтобы шортить. Я понимаю, что может быть еще одно движение вниз, но основной тренд по золоту сориентирован вверх. Поэтому вряд ли я буду здесь шортить для того, чтобы там словить какую-то волну вниз. Скорее всего, я дождусь формирования всей вот этой структуры и буду пробовать здесь заходить на покупку. Если же она не сформируется и золото пойдет без меня, ну, значит, оно пойдет без меня. Вот так. То есть я предпочитаю очень осторожно находить такие ситуации. Если я понимаю, что эта ситуация для меня некомфортна, я ее просто не буду брать. Были вопросы, кстати, по гривне, но не под этим видео, а в комментариях под другим видео. К Тесле мы сейчас еще вернемся, к Intel тоже. Но давайте вот гривну посмотрим, потому что люди, скажем так, обеспокоены. И хотелось бы ответить на этот вопрос. Вот смотрите, по гривне она, в принципе, коррелирует с тем, что мы видели на, допустим, паре доллар-рубль. И на мой взгляд, здесь завершилась только какая-то третья волна. Далее была четвертая. И вот сейчас идет пятая. Но если этот рынок будет склонен к удлинению, то мы можем пойти и выше, и выше вот этих максимумов, которые там были сформированы где-то примерно в пятнадцатом году. Поэтому в данном случае это вот один, два, три, четыре, пять, а тут еще было один, два. Ну и, короче говоря, это завершение только третьей волны. То есть тут это развитие, точнее, только третьей волны. И здесь еще дальнейший рост он возможен. Вот в последнем движении, давайте, если мы в него зайдем и понаблюдаем, что там, здесь видите, угол атаки цены, он достаточно такой вертикальный. Поэтому это свидетельствует больше, конечно, о продолжении роста. Вот дневной график, если мы посмотрим, вот один, два, это три. То есть третья волна, она еще даже не корректируется четвертой, хотя там был бар, обратите внимание, бар с нижним закрытием. Дальше тут очень низкие объемы торгов для того, чтобы заходить во внутридневные масштабы. Ну и тут тоже все читается. То есть здесь вот не было даже дивергенции. Я думаю, мы максимум, который был образован там 23 марта, еще обновим. Что же касается пары доллар-рубль, я считаю, что эта тема сейчас она очень актуальна. И в принципе можно посмотреть, что происходит в настоящий момент времени. Если мы с вами откроем приблизительно где-то день, давайте даже с месяца начнем, то здесь мы увидим также пятую волну, и в ней развитие идет, мы пока не знаем, это пятая, она может и третьей ставить, то есть и вот так уйти даже. То есть где будет и максимальная офф в третьей волне. Ну, конечно, не хотелось бы, но это покажет только время. Тут видите, также вертикальное движение цены практически, отвесно вверх. И в данном случае это 3, то есть 1, 2 и вот третья волна. И то, что мы обновим эти максимумы, мне кажется, тут даже никаких сомнений быть не может в этом вопросе. Недельный график, также это третья волна, ее хорошо видно. Дневной также видно, что это третья волна. 1, 2, вот она 3. Идет какая-то коррекция. Сейчас даже 4 часа покажу. Ну, вот смотрите, вот хорошо видно, вот дивергенцию, видите. 1, 2, 3, 4, 5, первая, вторая, первая, вторая. Уже в третьей волне, скорее всего, так, четвертая. 1, 2, 3, 4, то есть вот обновление минимума, и отсюда надо покупки смотреть. После обновления минимума. Ну, его может не обновить, значит, в этом случае это будет, ну, не наша ситуация. Вот я об этом говорю. Вот формируется ABC-паттерн. При обновлении вот этого минимума, я думаю, отсюда можно посмотреть ситуации на покупку с коротким стопом. То есть вот те самые дивергентные бары. Пока этого нет. То есть чтобы здесь сформировался четкий ABC-паттерн, вот тогда можно будет что-то делать, искать какие-то точки входа на покупку. Прицелом, скажем так, на обновление этого максимума. Что касается Tesla. Tesla, вот давайте посмотрим, что у нас с Tesla происходит. Давайте начнем с месячного графика. Тут тоже было достаточно мощное падение. То есть ушли к вот этим максимумам, где-то плюс-минус 17-го года. Давайте заглянем на неделю. В принципе, там и начали отбиваться. То есть ушли вот практически ниже 61,8, ушли еще ниже. Ну и пытаемся здесь отбиться. Очень возможно, что эти акции, они в отличие от всего фондового рынка, могут отрасти, поскольку не все может быть подвержено кризисам, каким-то событиям, которые сейчас происходят. Но вот цена закрытия, посмотрите, где была выше вот этого цены закрытия предыдущего бара. То есть это получается, что вот это можно считать дивергенцией, потому что по цене закрытия вот этот максимум, он будет выше. В этом случае вот это у нас так называемый ABC-паттерн. Тут мы резко уходили в сторону от линии баланса дивергентного бара. Не было на дневном графике, но возможно он был на порядок глубже где-то. Вот он был очень такой красивый, маленький, с коротким стоповым. Вот еще один. То есть его, несмотря на то, что он касается линии баланса, его можно было брать в покупку. А дальше надо смотреть. Дальше это покажет только время. Мы никаких прогнозов не строим. То есть вот рынок движется, мы движемся вместе с ним. Это нормальная история. Исходя из того, что есть на рынке здесь и сейчас. Intel тоже давайте посмотрим месячный график, что здесь происходит. Вот в данном случае я считаю, что тут может быть развитие, обновление максимума. Это больше похоже на развитие пятой волны именно по структуре движения. Тут появилась первая дивергенция. Скорее всего это вот так. Один, два, три. Мы находимся в четвертой волне сейчас. И в данном случае, если мы берем уже примерно недельный график, то здесь видно вообще, что мы пришли в зону предыдущей коррекции. И скорее всего это только лишь волна А. При откате в волну B, появлении волны C, я думаю, что здесь могут прийти ситуации на покупку. Дальше надо будет просто наблюдать за рынком. Потому что тут если даже 4 часа взять, тут видите дивергенция есть. То есть вот один, два, три, четыре. И скорее всего это вот пятая волна. Ну да, вот так выглядит некрасиво, но так оно и есть на рынке на самом деле. И вот это вот больше похоже на формирование сложной волны B. Это как раз характерно для такой волны. Идем дальше, идем дальше. Дальше у нас по плану валютный рынок. Кратко расскажу по евро. Евро у нас обновило минимум. И вообще доллар укрепляется, что называется, по всем фронтам, ко всем практически мировым валютам. И в данном случае, если вот месячный график евро-доллара взять, то не исключено, что это вот так, два, три, вот это вот А, Б, С с неправильной волной B, ну и регулярной, которая уходит ниже волны 3. Это С, получается четвертая волна. И вот идет развитие пятой волны. Кстати, вот по характеру движения это очень на нее походит. Она вот так движется. Поэтому в данном случае то, что мы с вами видим на недельном графике, скорее всего это один-два паттерн. Причем опять же здесь тоже А, Б и С. То есть Б уходит ниже минимума. Кстати, если вовнутрь зайти, там нет импульсной волны, там вот такая вот структура. Там это хорошо видно. Вот видите, там даже нет дивергенции. Вот в этом во всем движении. Вот откройте и вы увидите, что вот это как раз-таки две волны. То, что мы с вами на недельном графике и видели. И опять же по углу атаки видно, что это развитие третьей волны вниз. Получается, что вот это все у нас была первая, вторая. И это скорее всего это все третья волна. И можем пойти на паритет, но это вообще не вопрос. То, что мы видим в четырех часах, или там допустим на внутридневном масштабе, таком как часовик, скорее всего это вот так. Один, два, три, четыре и пять. Очень часто бывает так называемая вложенная четверка, потому что это уже не тянет на четвертую волну, скорее всего это АБЦ. И очень сложно отличить четвертую в третьей от четвертой всего импульса. Поэтому это видно только потом. Так вот нам не нужно, нам в принципе и не нужно это видеть в реальном времени. Нам достаточно того, что мы видим, допустим на старшем таймфрейме, где мы резко ушли в сторону от линии баланса и начинаем обратно к ней, ну в кавычках, да, притягиваться. Потому что многие, кто говорит мне о том, что, ну или там пишет в комментариях, что вот ты используешь индикаторы, я их использую совершенно по-другому. Не так как обычно вы привыкли к тому, как работают те же самые скользящие там и так далее. Это совершенно другой подход, в этом просто надо разбираться. Люди, которые не разбираются, они склонны, скажем так, исходя из тех критериев мышления, которые у них уже есть, делать выводы о том, что я делаю и как я это делаю. Я все равно обращаю внимание больше на паттерн цены, а все индикаторы, они являются абсолютно вспомогательными, ни больше, ни меньше. Так вот здесь, на мой взгляд, формируются и BC паттерны, и продажи дальнейшие, возможно, где-то вот в этом районе, может чуть повыше, даже вот где у нас 38,2 и зона предыдущей коррекционной волны. Я думаю, что сейчас пока рано искать точки входа, потому что весь импульс, который прошел, ему нужно время для того, чтобы скорректироваться, чтобы пойти дальше вниз. То же самое по фунту. Фунт у нас также обновил минимумы, и тот импульс, который у меня был вверх, вот 1, 2, 3, 4, 5, по всей вероятности, это просто была волна С, а до этого была волна А, а вот это Б. То есть вот импульс, точнее вот тройка в волне Б, ее видно хорошо, она ушла за минимум предыдущей волны 3, или какой там первой, я уж не помню. Это не принципиально в данном случае. Так вот, окей, замечательно. У меня был один из вариантов такой, что по фунту мы можем пойти обновлять минимумы. Вот так. Поэтому в данном случае, что мы здесь видим? У нас получается 1, 2, вот это 3, и вот так. То есть вот это, на мой взгляд, опять же сложная коррекция А, Б, С. Вот таким образом. Здесь очень много таких сложных коррекций может быть, и вот в данном случае мы идем в какую-то очередную коррекционную волну, ее будет хорошо видно в 4-х часовом графике, либо там вот в часовике. Я считаю, что дальнейшие продажи надо смотреть где-то вот после обновления вот этого максимума, то есть это импульс законченный, то есть вот в нем дивергенция, и у нас есть локальный ABC паттерн с удлинением, с удлинением вот этой вот волны С. То есть после того, как он обновит максимум, я бы стал искать точки входа на продажу. То есть тут, видите, параллельный рынок, то есть линии баланса, они параллельно идут. Это достаточно хороший признак продолжения вверх. То есть пока оно не обновит вот этот максимум, я не буду искать здесь никаких точек входа, и даже ничего рассматривать не буду. В данном случае мы посмотрим еще швейцарский франк. Здесь ситуация аналогичная евро. На мой взгляд, мы еще не идем вверх, то есть мы это только волна А, и корректируем весь вот этот импульс. Один, два, три, четыре, пять. То есть также кажется, что это четвертое и пятое в третьей, но на самом деле вполне реально, что это четвертое и пятое всего этого импульса. Очень часто такое бывает. А это уже коррекция всей волны, ну некой волны один вверх, поэтому я бы стал покупать только после обновления вот этого минимума и формулирования ABC паттерна. Пока, на мой взгляд, здесь вот было рано заходить. Е нам не пока не особо понятно, но в глобале, конечно, понятно, что здесь также растет доллар, и завершилась, по всей видимости, какая-то сложная коррекционная структура на месячном графике. Но в данный момент времени здесь это больше похоже на дальнейшее удлинение вверх. То есть, да, тут есть три движения, вот один, два, три, четыре, пять, можно так посчитать, но я вот не думаю, что это так. Скорее всего, это первая, вторая, первая, вторая уже в какой-то там третьей волне, в большой третий. То есть это уже там третья в третье и так далее. То есть вот это, на мой взгляд, признак продолжения. Ну, в классическом волновом анализе они там ищут всякие еще так называемые диагональные треугольники и так далее. Ну, вот это на то и походит. Я такими терминами, фигурами не пользуюсь. У меня все сильно проще, потому что простота – это залог вашего успеха. Не надо заморачиваться на каком-то вот сложном волновом анализе. Все должно быть предельно просто. То есть дневную графику на странице баланса, соответственно, вверх. И здесь я бы искал точки входа с коррекцией в покупку. В австралийский доллар в настоящий момент времени также идет, на мой взгляд, коррекционная волна. Вот в этой структуре 1, 2, 3 – это 4. И получается, что я бы рассмотрел продажи дальнейшие. Вот видите, здесь мы уже локальный максимум обновили. Здесь у нас ABC, то есть ABC паттерн. Здесь может пойти некое удлинение. Тут нет какого-то сейчас четкого сигнала. И обратите внимание на то, что вот линии баланса, вот прям вот их концы, они прям поворачивают за ценой. Это очень серьезный признак продолжения пока что вверх, поэтому я бы не стал здесь пробовать пока отрабатывать сигналы на продажу. То есть по всей вероятности мы еще можем пока что вверх удлиниться. Можно всю эту волну посмотреть. Она будет хорошо выглядеть как 1, 2, 3, 4, 5. Но здесь, видите, растет АО. То есть 1, 2, 3. То есть это только третья в этой самой пятой. Вот третья, четвертая, пятая. А внутри пятая. Это только третья. То есть вы как бы видите вот эту дивергенцию, а вот здесь еще дивергенции-то нет. Поэтому тут рано продавать. Подождите еще немножко. И вот тогда рынок вам даст ситуацию. Новозеландский доллар тут особо от австралийца не отличается. Я считаю, что точки входа на продажу можно будет искать только после обновления вот этого максимума и завершения ABC паттерна. В волне C явно там идет какое-то удлинение в пятой ее волне. Ну так же, как на австралийце. Канадский доллар больше походит на формирование вот здесь сложной коррекции. Но если мы обновим вот этот минимум, тогда можно искать точки входа на покупку. Если же эта коррекция приобретет форму какой-то сложной коррекционной структуры, вот тогда с нее очень сложно заходить в дальнейшее движение вверх. В этом случае лучше всего пропустить эту ситуацию и взять что-то другое по золоту. Я уже говорил, что здесь скорее всего А, Б. Но продавать в так называемую предполагаемую волну С я не буду. Я лучше ее дождусь, пока она завершится. И, соответственно, после этого буду смотреть за точками входа на покупку. И, кстати, с точки зрения инвестиций, вот только тогда можно будет тоже что-то делать с точки зрения покупки золота или каких-то производных активов от этого инструмента. Таких как структурные продукты, есть ETF на золото еще, это фонды торгуемые на бирже и так далее. Серебро. По недельному графику, на мой взгляд, вот это все была сложная волна B. Это А, это С. 1, 2, вот 3 идет. В дневном таймфрейме я считаю, что здесь еще не закончен низ. Вполне возможно, что тут могут прийти дальнейшие продажи и обновление минимума, который был образован 18 марта. Но продавать здесь, на мой взгляд, пока рановато. Да, тут есть дивергенция, но во внутридневном масштабе. Но это, опять же, все больше напоминает удлинение. То есть, вот А, Б, и вот идет волна С, и в ней получаются первая, вторая, третья, четвертая, пятая. В пятой, как бы, в пятой еще пятой не хватает. То есть, посмотрите, только после обновления максимума можно будет понаблюдать за появлением сигналов на продажу. S&P также уже посмотрели, но давайте зайдем вовнутрь. Тут 1, 2, 3, четвертая волна. И в данном случае я считаю, что она не закончена. Смотреть продажи нужно будет только где-то после обновления вот этого локального максимума. И завершения всей коррекционной волны. То есть, здесь есть, да, дивергентный бар. То есть, вот он, бар с нижним закрытием. Но он на пересечении линии баланса и АО. Это говорит о том, что еще рано здесь продавать. Это идет развитие, скорее всего, только волны А в этой коррекции. И большую вот эту всю волну А мы еще не закончили. То есть, в ней только третья завершилась. Сейчас развивается, скорее всего, четвертая. Биткоин. Биткоин, надо сказать, я пробовал шортить вот с этого сигнала. Потом смотрю, идет развитие вверх. Я его прикрыл с каким-то небольшим плюсиком. Но это не означает, что здесь снова нельзя понаблюдать за сигналами на продажу. На мой взгляд, это выглядит вот так. А, Б, С. То есть, я отрабатывал этот сигнал только потому, что в моменте это походило на завершение всей волны С. Но рынок решил, что все будет иначе. И получается, в итоге у нас будет 1, 2, 3, 4 вот развитие пятой волны. И только после обновления вот этого максимума я буду следить за формированием новых сигналов на продажу в том или ином таймфрейме. Это не означает, что только в четырех часах это можно будет увидеть. Может быть, в двух, может, в часе. Но в данном случае я считаю, что вот отсюда явно нельзя продавать. Надо дождаться обновления этого максимума. И, скорее всего, мы увидим дальнейшее движение вниз с обновлением минимума сформированного 13 марта. А там уже будет видно, во что это выльется. Нефть у нас обновила минимумы, получается, с 2016 года. И в данном случае на дневном графике еще никакое падение здесь не закончено. 1, 2, 3, и получается, что в четырехчасовом таймфрейме это формирование 1, 2, 3, 4, 5. Это первая, вторая, третья. И вот развитие идет четвертой волны вот здесь вот. Вот она. Она не закончена. Здесь рано искать точки входа на продажу. Надо понаблюдать. Вот, допустим, если вы 30 минут возьмете, гэп у нас приходится на третью волну. Третью волну волны С. 1, 2, 3, вот что-то такое выстроится. И вот только тогда можно будет точки входа на продажу посмотреть. Поэтому рановато еще здесь заходить в шорт. С точки зрения недельного таймфрейма здесь, естественно, все поменялось. 1, 2, это 3. Ну и вот так это все еще только третья волна завершается, точнее развивается. И я думаю, что это может затянуться еще здесь на какое-то время. Приблизительно где-то еще на год. Раз-то недельный график. Ну вот на этом, пожалуй, все. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, их пишите в комментариях под видео. И в следующем видео я обязательно на них отвечу. Также у меня есть телеграм-канал собачка.fxcoach.ru. Подписывайтесь там. Если предоставляется какой-то случай, я выкладываю свои сделки. Сигналов, естественно, я не даю, потому что это все на мой страх и риск, что называется. Я торгую на рынке. Там я показываю свои результаты в телеграм-канале. Также там есть информация о моих обучающих курсах, о коучинге. И также есть информация о том, когда я провожу открытые мастер-классы и закрытые мастер-классы для тех, кто уже изучал те курсы, которые я выпустил. Желаю вам успешной торговли. Встретимся через две недели. Пока.